Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Алексей Талалаев, я пианист. Сегодня я прочту 37-ю статью Учения Льва Толстого об Иисусе Христе. И тогда ученики сказали Иисусу Трудно твое учение. Умножь нас веру в то, что нам будет хорошо, если мы будем жить по твоему учению. Иисус понял, что ученики желают знать про награду за добрую жизнь. И он сказал им Вера не в том, чтобы верить в награду, а вера в том, чтобы ясно понимать, в чем жизнь. Если ты ясно понимаешь, что жизнь твоя в Духе Божьем, то ты не будешь ждать награды. Хозяин не станет благодарить работника за то, что он сделал то, что должно. Работник, если он понимает, что он работник, не обижается на это, а работает и знает, что получит то, что ему следует. Так-то и вы исполняете волю Отца. И понимаете, что вы работники, и если сделали то, что должно было, то не ожидайте награды, а довольствуйтесь тем, что получаете. Не о том надо заботиться, чтобы получить награду. Надо заботиться о том, чтобы не покупать ту жизнь, какая дана нам. Исполнять в этой жизни волю Отца. И потому будьте всегда готовы, как слуги, когда они ждут хозяина. Слуги не знают, когда он вернется, рано или поздно. И всегда должны быть готовы. То же самое и в жизни. Всегда, всякую минуту надо исполнять волю Отца, не говоря себе, тогда или там-то я сделаю то-то. Итак, всегда живите Духом Настоящим. Для жизни Духа нет времени. Смотрите за собой, чтобы не отягчать себя и не отуманивать пьянством, объедением, заботами, чтобы всегда Дух Божий властвовал над вашим телом. Евангелие Лука 17, с 5 по 10, 12, с 36 по 40, 21 и 34. Вопросы. Что сказали ученики? Что сказал Иисус о вере? Какую сказал на это притчу? Как и от чего надо жить настоящим? Дух. Так.